Всем привет! В этом видео хочу показать вам свои пустые баночки за сентябрь. Давайте приступим, начнем с ухода за волосами. У моего мужа закончился шампунь против перхоти от Avon из линейки KMN. Шампунь 2 в 1 в объеме 200 мл. Он кремовый, он хорошо пенится, достаточно экономичный, приятно пахнет. Волосы после использования выглядят очень даже неплохо и пахнут приятно. Этот шампунь против перхоти, но по мнению мужа, если перхоть есть, то он с ней ничегошеньки не делает. Но вот если перхоть отсутствует, то этот шампунь ее не спровоцирует. Я уже не знаю, какая это упаковка по счету. Регулярно мужу этот шампунь приобретаю. Я не знаю, сколько он сейчас стоит, как-то я не присматривалась. Но, как и все, в Avon он, конечно же, подорожал. Но у меня есть пока что небольшой запас, две упаковки. Я абсолютно точно знаю, что собой этот шампунь представляет. Поэтому и приобретаю какие-то новые марки. Пробовать это всегда приобретать кота в мешке. А здесь все понятно, все известно. Так что, естественно, когда запасы подойдут к концу, снова в моем доме эти баночки появятся. Я из Avon пока что не ухожу, но заказы там делаю крайне-крайне редко. У меня пока что ни один шампунь из тех, что стоит в ванной, не закончился. Но зато закончился скраб для кожи головы от марки Natura Siberica. Облепиховый скраб. Очень я его люблю. Я скрабами для кожи головы пользуюсь уже больше пяти лет. Наверное, лет семь как-то так. И самый первый скраб, который я попробовала, это как раз-таки был облепиховый скраб. После чего я поняла, что действительно подобные средства в моем уходе быть должны, просто обязаны. Очень меня это средство впечатлило уже после первого же использования. Очень хороший скраб, он гелевый. Частички натуральные, скрабирующие это косточки арктической малины. Я не скажу, что их как-то очень много. Ну, скажем так, больше среднего. Сам скраб расходуется мною тоже в среднем таком количестве. Немного, немало его беру. Раз где-то в 7-10 дней использую. Приятнейший аромат облепихи. Отличное скрабирование. Да, эти частички имеют тенденцию по волосам убегать на дно ванны. Но я их регулярно с волос собираю, выдружаю на место. Продолжаю скрабирование в течение где-то 3-4 минут. Кожа головы дышит. Она очищена от омертвевших клеток, от остатков стайлинга. Ну, если уж мы пользуемся скрабами для лица, для тела, для ног, для рук, почему бы не использовать и скраб для волос? Я не вижу в этом ровным счетом ничего плохого. Пробую разные, но всегда возвращаюсь именно к этому скрабу. Почему-то он запал мне в душу. На данный момент в запасе еще две упаковки. Продается он в подружке. Стоит в районе 350 рублей. 350 рублей минус скидка по карте. Это, в принципе, нормальная цена. Если не пробовали скрабы, попробуйте. Я, честно, всегда считала, что такие скрабы не подойдут тем, у кого густые волосы, длинные, вьющиеся. Но мне в комментариях писали, что даже девушки с очень длинными волосами прекрасно пользуются скрабами и очень ими довольны. Так что здесь все просто нужно попробовать. У меня закончились сразу две маски для волос. Давайте начнем с корейской маски от марки Tengi Mori. Объем 200 мл. Достаточно экономичная маска. Несколько месяцев я ею пользовалась. Она у меня была как дополнение к шампуню и кондиционеру из этой же линейки. А это линейка против выпадения волос. Также я периодически использовала эту маску с другим шампунем. Она мне понравилась по своей текстуре. Она такая плотненькая. Она хорошо распределялась по волосам. Я ее наносила и на кожу головы в том числе. Никаких проблем не было. Ни перхоти, ни зуда, ни сухости. Все хорошо. Она прекрасно смывалась. Волосы были мягкие, гладкие, шелковистые. Никаких проблем. Возможно, она действительно работала против выпадения, на укрепление. Если почитать, что нам пишет производитель, то эта маска и восстанавливает волосы, и омолаживает. В общем, чего она только не делает. Но по факту неплохая, смягчающая и увлажняющая волосы маска. С довольно противоречивым ароматом. Пахнет травками. Здесь очень много экстрактов разных в составе. Ну, на любителя аромат, но мне он понравился. На волосах он чуть-чуть все-таки оставался. Волосы не были прилизанные, быстрее не пачкались. Достойная маска, но очень дорого стоит. На рублей 700, наверное, сейчас может быть больше. Мне эту упаковку дарила подруга, за что ей большое спасибо. Сама бы я вряд ли решилась на покупку столь дорогого средства. Что касается второй маски, она, скажем так, попроще. Это маска от Pantene, длинные и крепкие, биотин и бамбук. Объем невелик у этой маски, 160 мл. Текстура у нее была приятная. Приятный аромат. Эта маска хорошо по волосам распределялась, а вот смывалась с волос она по-разному. Когда я ее нанесла после глубоко очищающего шампуня, она как будто бы вообще отказывалась покидать мои волосы. Я очень долго от нее пыталась избавиться. Но после других шампуней она смывалась очень хорошо, без каких-либо проблем. Волосы были мягкие, гладкие, шелковистые, не пушились. Но за счет большого содержания силиконов объема от этой маски было меньше, чем от предыдущей. Но в целом мне эта маска понравилась. Я не знаю, сколько она сейчас стоит. Я ее когда-то покупала на Яндекс.Маркет, что ли, по какой-то акции. 240 рублей. Сейчас рублей 300, может, больше. Но почему-то повторять эту маску мне не хочется. В то время как маску Тенги Мори я бы повторила. Но из-за цены делать этого не буду. Так что, получается, ни одна маска, ни вторая в моем доме больше присутствовать не будут. Также у меня подошла к концу еще одна маска. Но на этот раз ночная. Это маска от компании Ифраше для восстановления волос. Классный продукт. Это уже вторая упаковка. Хватило мне этой упаковки. Здесь 150 мл больше, чем на полгода. Наносила по вечерам, перед сном где-то 2-3 раза в неделю. Классная маска. Она смягчает волосы. Не знаю уж восстанавливает или нет, но смягчает однозначно. При этом утром волосы не выглядят грязными. Они не висят сосульками. С ними в целом все в порядке. Когда я начинаю мыть волосы, я чувствую, что на волосах есть некая пленочка, некая защита. И когда я использую глубоко очищающий шампунь или просто хорошо очищающий сульфатный шампунь, он как будто бы более деликатный к волосам. Не так сильно их спутывает. Волосы чувствуют себя лучше. Именно благодаря этой маске. Да, так что 2 раза покупала. Купила бы и в третий раз, несмотря на то, что в Уфраше все сейчас достаточно дорого. Но эту маску сняли с производства. Правда, заменили другими продуктами похожего плана. Даже 2 версии имеются. Но те средства, несмотря на то, что есть у меня в запасах, пока что мною ни разу не были использованы. И про них я сказать ничего не могу. Но вот про эту маску могу сказать. Все только самое хорошее. Как жаль, что ее больше не купить. Видите, я ее даже разрезала. Все оттуда до конца добыла. Я надеюсь, что новые средства, эти бальзамы от Ифраше, которые можно использовать в качестве ночной маски, столь же прекрасные и с таким же прекрасным ароматом. Следующая моя пустая баночка. Это легкий лак для укладки волос от компании Чистая линия. Приобрела я это средство весной прошлого года. После того, как сделала стрижку. Мне моя парикмахер посоветовала что-нибудь похожее приобрести. И по дороге домой я зашла в Улыбку Радуги и наткнулась на этот легкий лак. Купила. Стоил он недорого. Объем большой, 160 мл. И мне этой упаковки хватило на два лета. Половину в прошлом году использовала, половину в этом. Мне этот легкий лак очень понравился. Что нам пишет производитель? Это средство легко придает желаемую форму. Это действительно так. Чаще всего я пользовалась этим лаком без использования каких-либо термоприборов. Просто распыляла на волосы. Укладывала их руками, как мне нужно. Волосы сами по себе высыхали. И эту форму они держали. Меня это, конечно, порадовало. Также это средство увлажняет волосы. Да, они не сохнут после этого лака. Ну, может быть, и ухаживает. Кто ж его знает. Также это средство защищает от высоких температур. Здесь есть эффект термозащиты. Когда я все-таки использовала это средство с утюжком, никаких проблем с волосами у меня не было. Придает блеск. Да, волосы блестят, хорошо себя чувствуют. Также здесь специальная формула без склеивания и без утяжеления. Это на самом деле так. Несмотря на то, что написано лак, это средство волосы не склеивает. Они быстрее не пачкаются. Никакого утяжеления. Все с волосами замечательно. Очень хороший легкий лак. Безумно мне понравился. На данный момент у меня в запасе есть нечто похожее. С такими же, скажем так, функциями. Может быть, то средство мне понравится даже больше. Я пока что об этом не знаю. Но когда у меня возникнет потребность в покупке какого-то подобного средства, вероятнее всего я присмотрюсь именно к этому легкому лаку. Я знаю, как он работает. Я знаю, что он собой представляет. Он мне понравился. Подействует по аромату. Достойная вещь. С уходом за волосами мы закончили. Теперь давайте поговорим об уходе за телом. Подошел к концу у меня гель для душа от компании Рексона. Фрэш. 200 мл объем. Я брала этот гель в отпуск в Мурманск. Мы им пользовались вместе с мужем. Две трети упаковки там использовали. Остатки я уже дома добивала. Что я могу сказать об этом геле? Он очень густой. Он прекрасно пенится. Он хорошо очищает кожу. При этом он ее не сушит. Аромат у этого геля довольно своеобразный. Я его брала в отпуск, потому что аромат мне показался аромат унисекс. Подходящим и для меня, и для моего мужа. Из упаковки это очень концентрированный какой-то мыльный аромат с цветочными нотами. При контакте с водой аромат чуть-чуть трансформируется, становится поспокойнее, что ли. Действительно белые цветы как-то ярче себя раскрывают. Но он все равно остается ароматом унисексу. Аромат слишком своеобразный, слишком странный, чтобы я приобретала этот гель повторно. Кстати, в Петербурге не встречала, но может быть просто не присматривалась. Вообще я привезла этот гель с собой, кажется, из Ельца. Покупала там в магазине 7 дней. Но даже если бы увидела в каком-нибудь ОК или в подружке, я прошла бы мимо. Аромат не зацепил. Качество, конечно, хорошее, но я найду что-нибудь поинтереснее. У моего мужа на работе закончился гель от Эй Ванна. Это линейка Сенсос, освежающая коллекция, морская свежесть с ароматом морской соли и влажной древесины. На упаковке нигде не написано, что это мужской гель для душа. Но мне все-таки показалось, что он мужской, поэтому я его отдала мужу. В этом аромате чувствуется соль, чувствуется свежесть, сладость. Ну, как по мне, это мужской гель. Ну, может и какой-нибудь девушке он тоже понравился. И она его сама использовала, но я бы таким пользоваться точно не смогла. Как вы видите, такой цвет красивый у этого геля. Качество, как всегда, отличное. Но этот гель моего мужа не зацепил настолько, чтобы я искала его в каталоге и повторяла покупку. В качестве жидкого мыла для рук я использовала гель от компании Чистая линия. Это облепиха и ценные масла. Вот такой симпатичный рыженький гель с потрясающим ароматом облепихи. Такой кисловатый, свежий, очень-очень приятный аромат. Как жидким мылом пользоваться было одно удовольствие, именно осенью. По прямому назначению я не стала его использовать, потому что я не люблю моноароматы. Ароматы не моноцветочные, не моноягодные, не какие-либо фруктовые. Я люблю, чтобы аромат был многогранный. Здесь же облепиха и облепиха, и все. Да, аромат, конечно, хороший, но как жидкое мыло все-таки меня он порадовал больше. Это у меня уже вторая упаковка когда-то. Меня угораздило сразу две приобрести. Одну использовал муж по прямому назначению, вторую вот как жидкое мыло извели. И, честно, были довольны, да, и хватило нам этого геля надолго. Пенился прекрасно, руки не сушил, аромат яркий, позитивный, все замечательно. Еще один гель для душа я, опять же, использовала как жидкое мыло для рук, но уже на кухне. Это гель от компании Fresh Juice, танжерин и авопухи. Боже, какой шикарный аромат. Как же мне нравится аромат этого геля. Ну, он классный, это цитрусовый, сладкий, чуть-чуть молочный аромат. Очень яркий, бодрящий, позитивный. Сам гель, как вы видите, кремовый. Прекрасно пенится, он безумно густой. Аромат остается на руках, перебивает разные неприятные запахи. Прекрасно очищает руки от жира, как кухонное мыло, супервариант. Мне этой упаковки, а здесь пол-литра, хватило очень-очень надолго, потому что я не каждый день имею дело с какими-то неприятно пахнущими или жирными продуктами. Просто так руки на кухне я не мою, я делаю это обычно в ванной. Да, так что минимум полгода стояла эта упаковка. С большим удовольствием пользовалась, получала заряд энергии, бодрости и позитива. Я посмотрела на Вэлдберис, этот гель есть в наличии, причем в разных форматах. 200 мл, 400 и даже 750. И честно, я очень хочу повторить покупку. Гель этот стоит достаточно бюджетно. И даже несмотря на то, что гели у меня много, я все равно его при возможности приобрету. Могу порекомендовать, попробуйте начать с маленькой упаковочки в 200 мл, где-то в районе 200 рублей. Она стоит, если вам понравится, всегда можно будет купить формат побольше. В сентябре у меня закончились скрабы от Кафе Мими. Сразу две баночки, я их открывала где-то в середине лета, но у меня было много подобных скрабов. Я их чередовала, поэтому вот только в сентябре они у меня и закончились. Даже несмотря на свои маленькие эти баночки, здесь всего 120 грамм, но расходовались они довольно долго. Классные скрабы, я ими довольна. Они сахарно-солевые, частички натуральные, не жесткие. Они просто нежно так полируют кожу, не сдирают загар. Все очень деликатно, на лето супер варианты. Вот этот скраб ананас и авокадо пахнет очень приятно. Да, действительно что-то такое ананасовое и зелененькое. Вот этот скраб пахнет интенсивно. Здесь миндали гуава, пахнет он марципаном. Этот аромат меня немножечко душил. Он больше зимний, но текстура у скраба летняя, поэтому летом, в общем-то, и пользовалась. За это лето и за сентябрь я извела 4 упаковки. Две такие, две такие. Они в спайках на Вэлдбрис продавались по неплохой цене. Кстати, я показывала вам, что я опять запаслась этими скрабами на следующее лето. Попробуйте. Так что советую скрабы от компании Кафе Мими в таких милых баночках. Ну и последнее, что у меня закончилось по уходу за телом, это очередная упаковка спрея от Avon. В этот раз версия фламинговый закат с ароматом розового ананаса и франжипани. Я не чувствую ананаса, просто что-то фруктовое, чуть-чуть кисленькое, немножечко свежее. Очень-очень приятный спрей, действительно освежает, поднимает настроение. Он больше, конечно, на лето и на жару, но и в сентябре мне он тоже понравился. Я недавно делала заказ в компании Avon, заказала еще один такой, чтобы у меня он был в запасе на следующее лето. Очень приятный аромат. Теперь давайте перейдем к уходу за лицом. Закончилась у меня мицеллярная вода, алоэ и огурец от марки Cotton Club, линейка Aura Beauty. Покупала в Галамарте, очень недорого стоила эта мицеллярка. Объем здесь тоже невелик, но для меня такой объем, это очень даже хороший объем. Это прекрасная дорожная версия. Я брала с собой в отпуск эту мицеллярку, с удовольствием ею пользовалась. И дома мне хватило бы такого средства, ну, примерно на три месяца. Да, я люблю именно маленькие упаковочки мицелляра, потому что глаза крашу реже. Чаще всего использую их для удаления консилера и карандаша для бровей. С этим данная мицеллярная вода справлялась прекрасно. Также она прекрасно удаляла тушь. Не было эффекта панды, не было припекания, ни покраснения, никаких проблем. Я осталась довольна. И аромат приятный. Да, классная мицеллярка. У меня в запасе еще одна упаковочка. Жаль, что больше в Галамарте я эту мицеллярную воду в таком объеме не встречала. Я бы запаслась. Для меня просто отличнейший вариант. Увидите, можете приобрести, попробовать. Вы ничего не потеряете. Даже если вам не подойдет по какой-то причине утилизировать такую баночку небольшую по объему, не так обидно, как бодейку в пол-литра, согласитесь. Но я осталась довольна. Рада, что есть еще. На протяжении примерно полутора месяцев я удаляла макияж со всего лица с помощью геля для умывания и снятия макияжа от марки Аптека Янтаря. Покупала я это средство в Зеленоградске в прошлом году. Несколько вариантов на выбор было. Я выбрала гель с маслом Иланг-Иланг. Вообще, когда я прочитала вот это вот слово масло, я решила, что данное средство гидрофильное. Да, почитать инструкцию и состав мне, видимо, было лень. Но когда я в гостинице ознакомилась с этими данными, поняла, что нет, это средство для умывания с водой. И, честно, даже порадовалась. Гидрофильные средства я не так люблю, как негидрофильные. Что я могу сказать об этом геле? Он достаточно густой, он хорошо удалял мой простенький макияж, состоящий из тональной основы и пудры, но оказался достаточно мылким и долго смывался мягкой водой. Это меня не порадовало. Аромат у этого геля очень яркий, пахнет Иланг-Илангом. Аромат на любителя, но мне он понравился. Стоимость такой бутылочки в объеме 60 мл была, по-моему, 200 рублей. Мне эта цена показалась высоковатой, поэтому я взяла только один вариант, а не все, какие были в наличии. Чему, честно, очень рада, потому что долго смывается, это недостаток. Но мягкая вода только в Петербурге, в других городах она пожестче, и, возможно, жительницам других городов этот гель понравился бы больше. Так что, если вас занесет когда-нибудь в Калининград, в Зеленоградск, присмотритесь к марке Аптека Янтаря. Очень интересные яркие отдушки, большой ассортимент косметических средств. Цены, конечно, не маленькие, но в качестве сувенира вполне можно пару баночек с собой привезти. Доочищала я кожу после удаления макияжа муссом от компании Иф Роше. Этот мусс для нормальной комбинированной кожи подходит, и он с микроводорослями. Вот этой упаковочки, здесь 150 мл, мне хватило на 3 месяца. Мне этот мусс понравился. У него приятный аромат, он пахнет, как раньше пахла серия Гидровежиталь. Пенка была, я не скажу, что плотная, такая, ну чуть-чуть водянистая, как-то она быстро пропадала, но кожу при этом данный мусс очищал хорошо. И да, очищал прекрасно, и также по утрам я могла умыться, или по вечерам этим продуктом без каких-либо сложностей. Не сушил кожу, не пересушивал, и особо не стягивал. Достойный мусс, но очень уж дорого он стоит. Вот, я покупала, конечно, со скидкой, но без скидки его цена когда-то была 990 рублей. Ну, это перебор. Никаких сверхчудес от этого мусса ждать-то не приходится. Обычная, скажем так, умывалка, но это и фрашет, да. Здесь много натуральных компонентов, эти микроводоросли, и, как написано, эта пенка насыщает кожу кислородом. Не знаю, так это или нет, ну, вот, пожалуйста. Может быть, для кого-то это действительно будет лучший продукт для умывания, но, как для меня, просто средство, которым я один раз воспользовалась, особо не впечатлилась, и поищу что-нибудь побюджетнее. Закончился у меня очередной тоник для лица от компании «Чистая линия» из линейки «Идеальная кожа». Я обожаю этот тоник, неоднократно вам про него рассказывала. Это мой неизменный фаворит летний уже несколько лет. С большим удовольствием пользуюсь. Этот тоник освежает кожу, охлаждает, тонизирует, да, очищает, подготавливает к дальнейшему уходу. Он очень мягкий, он кожу не стягивает после высыхания. На лето супервариант, и пахнет приятно. В общем, я обожаю, это мой мастхэв, это средство должно у меня быть, и в покупках я вам показывала, купила еще две упаковки на следующее лето. Классный лосьон, жаль, что в продаже оффлайн я его редко вижу, и уж тем более по скидке. Сейчас он больше 100 рублей стоит за 100 мл, мне хватает на месяц по утрам, в основном пользуюсь. Ну вот в отпуск со мной он ездил, с большим удовольствием и вечером использовала. Нравится, классный. Но он так давно уже на рынке представлен, я думаю, кто хотел, тот попробовал. А еще у меня наконец-то закончилось очень странное средство от марки PAYO. Это спрей, точнее, это дымка защитная для лица, вот в такой симпатичной упаковочке, здесь 50 мл. Мне в подарок за заказ средств от PAYO, когда-то он приходил, она, точнее, это дымка. Абсолютно я не поняла этот продукт, не оценила, я не знаю даже, что о нем сказать. Давайте смотреть, что пишет производитель. Так, эта дымка тонизирует. Я бы так не сказала, я не заметила. Увлажняет, опять же, я увлажнений не почувствовала. Защищает кожу от загрязнения окружающей среды. Проверить это я никак не могу. Ее нужно наносить перед использованием крема. Я делала именно так. А также в любое время дня, чтобы придать коже свежесть и сияние. Наверное, даже можно наносить поверх макияжа. Но я так делать не люблю. Очень странный продукт. Да, приятно пахнет. Да, невесомая легкая дымка. В жару, конечно, освежает. Но как уж она меня защищала или нет, я так и не поняла. И я не знаю, зачем она сделана. Есть термальные воды, есть гидролаты. От них хоть польза какая-то. А от этого средства что непонятно. Может, кто-то видит результат, эффект. Но я лично ничего не поняла. В сентябре у меня закончилось несколько сывороток. Первая сыворотка от компании Фитокосметика из линейки Бьюти Визаж покупала в фикс-прайсе за 99 рублей. Объем этой сыворотки 30 мл. Мне ее хватило на 2 месяца. Ну, как обычно, на упаковке написано много слов. Но по факту это хорошая увлажняющая сыворотка, которую можно наносить как на лицо, так и на область вокруг глаз без каких-либо проблем. Никакого лифтинг-эффекта от этой сыворотки я не заметила. Но действительно было хорошее увлажнение для своей цены. Мне кажется, эта сыворотка очень даже неплоха. Она довольно экономичная, прекрасно распределяется по коже, довольно быстро впитывается. В августе она оставляла липкость на моем лице, когда было жарко. А вот в сентябре этой липкости почему-то уже не было. Да, такая она вот страдная. Может, какой-то накопительный эффект произошел, я не знаю. Очень удобная сыворотка, довольно жидкая. Когда пипетка ее уже не набирает, она хорошо выливается из упаковки. Приятно пахнет. Я осталась довольна этой сывороткой. Для своих денег, вы знаете, она очень даже неплоха. И не одна я, кстати, ей довольна. Это я точно знаю. По вечерам в паре с этой сывороткой я использовала сыворотку от итальянской марки Эквилибра. Это сыворотка с алоэ. И алоэ здесь 50%. Эта сыворотка другая по текстуре. Она такая вот кремовая. По лицу она распределялась чуть похуже. Расход у нее был чуть больше. Вот этой упаковки мне хватило где-то на полтора месяца. Аромат своеобразный. К сожалению, что делает эта сыворотка, я вам рассказать не могу. На упаковке нет ни одного слова на русском, польского я не знаю. Но она увлажняет, да. Не скажу, что запредельно, но летом увлажнения мне хватало. Она не забивает поры, не провоцирует высыпание. С ней комфортно. Кремы на лице, а поверх нее не скатывались. В целом, неплохо. Но я ее покупала на сайте Makeup Store когда-то за 900 рублей. И честно, я не поняла, за что такие деньги просит марка Эквилибра. Я не омолодилась, морщинки не разгладились. Эта сыворотка сработала не лучше сыворотки, которая стоит в 10 раз дешевле. Собственно, вполне закономерный вопрос. Зачем платить больше? В России я не знаю, представлена эта марка или нет. Где-то, может быть, на маркетплейсах она и встретится, если вдруг вы захотите ее там поискать. Но лично я второй раз такую сыворотку приобретать бы не стала. Также у меня закончилась сыворотка от марки Decode или Decode. Не знаю до сих пор, как правильно произносится название этой фирмы. Эта сыворотка из линейки Smart Aqua увлажняющая. У меня пробник, объем 15 мл. Также она продается на Valberis в полной версии. 30 мл стоит относительно недорого. Кремово-гелевая текстура. Хорошо распределяется по влажной коже. Эта сыворотка довольно быстро впитывается. Действительно прекрасно увлажняет кожу. Ну, в общем-то, и все. Ничего большего она не делает. Но увлажнение это уже хорошо. Оно нужно любому типу кожи в любом возрасте. Иногда поверх этой сыворотки у меня скатывались кремы. То ли я с ней перебарщивала, то ли с кремами, не совсем понятно. Но такой факт. В целом мне эта сыворотка понравилась. Но покупать ее в полной версии у меня желания почему-то нет. Сыворотка не закупоривала поры, не вызывала проблем. И утром я ее использовала, и по вечерам. Маленький формат. Можно брать в поездку. Не сильно багаж утяжелит. Я, кстати, так и делала. Я, да, довольна. Но если выбирать из этих трех, все-таки я склоняюсь к самой бюджетной сыворотке. Потому что она работает так же, как все остальные. При этом стоит 3 копейки. Ну, вы, конечно, смотрите сами. По сывороткам это, кстати, еще не все. Также со мной в поездку ездила сыворотка от Стеллари из линейки Skin Studio, увлажняющая с коллагеном. 7 ампулок маленьких таких капсулок. Внутри такая странная текстура масла в силиконе. Очень хорошая сыворотка. Она прекрасно увлажняет кожу, напитывает ее. Кожа утром очень хорошо себя чувствует. Мне всегда нравилось возить с собой такие сыворотки, чтобы привести кожу в порядок после жаркого дня, вот этой пыли, грязи, солнца. Либо вот, опять же, в Мурманск мы ездили, там было ветрено, довольно прохладно. Опять же, моя кожа страдала. Эта сыворотка ее поддерживала, помогала ей как-то восстановиться. Классная сыворотка, но довольно дорогая для своего, скажем так, объема. Она стоит в магнит косметик 319 рублей. Даже со скидкой 15 числа все равно дорого. Но если я увижу какую-то лучшую цену, ну пусть 200, допустим, рублей, я, пожалуй, приобрету. Мне очень нравится возить такую сыворотку с собой в поездку. В поездке она практически ничего не весит. Коробочку я оставляю дома, беру только блистер. Действительно хорошо работает с кожей. Я довольна. Этим продуктом я довольна. Но кто хотел, уже давно, опять же, попробовал. Это 100 лет не новинка. В начале лета я брала в уход Аквафлюид от компании L'Oreal «Гений увлажнения». У меня версия для нормальной комбинированной кожи. Повторная покупка. Уже второй раз использовала я это средство. Очень мне нравится этот Аквафлюид. На упаковке написано, что кожа после использования глубоко увлажнена, она без жирного блеска и сияет свежестью и красотой. В общем-то, больше на упаковке ничегошеньки не написано. Но я соглашусь с тем, что только что вам прочитала. Действительно, этот Аквафлюид прекрасно увлажняет кожу. Никакого жирного блеска нет, но лицо не наглухо заматировано. Нет, такое здоровое, сияющее лицо. Очень приятная вещица. В составе, кстати, имеется спирт, но его довольно-таки мало. По ощущениям кожи этот Аквафлюид не сушит, не пересушивает, не провоцирует высыпание, никаких проблем, все замечательно. Также это средство является хорошей базой под макияж. Можно и утром наносить, и вечером, и на лицо, и на шею. Никаких проблем. Увлажненная, здоровая, красивая кожа. Я очень довольна этим средством. На данный момент у меня кремов достаточно, и потребности в покупке еще одной упаковки такого Аквафлюида нет. Но я все-таки буду присматриваться, искать хорошую цену, и, может быть, даже приобрету еще одну упаковочку. Для шеи области декольте я использовала крем-маску для лица экстрапитания от компании Evelyn Cosmetics. Такая симпатичная баночка, круглая. Объем ее 100 мл. Цена когда-то была 200 рублей. Сейчас, наверное, подороже. Мне очень понравилось это средство, именно как крем для шеи области декольте. Этот крем питательный, жирненький, плотненький. Он прекрасно увлажняет, напитывает сухую кожу шеи. Никаких проблем. Он не скатывается, не забивает поры. Все с ним отлично. Не самая удачная упаковка. Сложно добыть все до конца. И довольно противный аромат. Отдушка могла бы быть и поинтереснее. Я с большим удовольствием повторила бы покупку этого крема, но считаю, что цена на него слишком высокая. Так что только по акции повторю, если будет еще в продаже данный продукт. Ну или буду искать что-то другое. Я вынуждена попрощаться с кремом для области вокруг глаз от компании PAYO из линейки Hydra 24. Здесь еще небольшое количество крема присутствует, но он очень слабый на холодное время года. Я просто не смогу им пользоваться. В октябре увлажнение даже летом. В принципе так, знаете, впритык практически. А уж осенью его вообще не будет. И вместо увлажнения, вместо разглаживания морщин я получу морщины от сухости. Мне это абсолютно ни к чему. Да, у этого крема есть вот такой вот ролик. На упаковке написано, что это гель, но это не гель, это в большей степени такой крем-гель. Кстати, если нанести его в большом количестве или попытаться наслоить, чтобы было побольше увлажнения, то он возьмет просто и скатается. Этот крем, как я уже неоднократно говорила в видео о моем уходе, больше подходит для молоденьких девочек, для тех, кому 20, ну максимум 25. Меня даже в комментариях спросили, зачем же вы купили этот крем, раз он только для молоденьких, а вы-то уже не молоденькая девочка. Ну, что я могу сказать? На упаковке нигде не написано, что этот крем не подходит тем, кому за 30. К сожалению. Если бы была маркировка 20+, я бы этот крем не приобрела. Тем более, что он не бюджетный, стоит где-то в районе 2000 рублей. То, что там еще осталось, я попытаюсь как-нибудь доиспользовать. На руки, на шею, как-нибудь оттуда добуду, куда-нибудь нанесу и выброшу уже пустую упаковку. Очень жаль, что производитель не указал возрастную маркировку, хотя многие на это внимание не обращают, считая это маркетинговым ходом, но в данном случае маркировка 20+, была бы абсолютно адекватной. Было интересно попробовать, да. Что-то такое, скажем, небюджетное, но крем от PAYO, который я вам в прошлый раз показывала, тот мне понравился больше, тот я бы повторила еще раз, а этот повторять я, естественно, не стану. Далее я покажу вам тканевые маски. У меня их закончилось. Две штуки. Да, но зато вот такие яркие, позитивные, классные. Так, давайте вот с этой начнем. Это APYU. Маска «Морозный ананас». Вот так она называется. Ткань была бумажная, не очень приятная. Лекала мне не понравилась. Очень маленькие отверстия для глаз, для рта. Неудобно было, приходилось все обрезать. Было увлажнение от этой маски, неплохой лифтинг, неплохо маска подтянула кожу. Тон кожи она выровняла средненько. Тонизирование, такого, как я привыкла, то есть пощипывания, покалывания не было. Но был охлаждающий эффект. И это, в принципе, можно, наверное, как-то отнести к тонизированию. Я, честно говоря, не знаю. Блеск небольшой был от этой маски, небольшая липкость. Я эту маску смыла. Прекраснейший аромат ананаса. Очень мне понравился. Он мне все время, что я эту маску держала на лице, со мной оставался минут, наверное, 5, потом пропал. Но мне понравился аромат. Но повторять покупку данной маски я лично не планирую. Что касается второй маски, это Farmstay, маска с манго. Ткань была приятная, лекала стандартная. Было увлажнение, был выровнен тон кожи. Разгладила кожу она средненько. Абсолютно никак не протонизировала. Оставила небольшой блеск, небольшую липкость. И был очень приятный аромат манго. И вот он держался, пока я эту маску не удалила с лица. Классный аромат. Мне безумно понравился. Ну а сама маска оказалась проходной. И второй раз такую маску я использовать бы не хотела. Теперь давайте поговорим об уходе за руками. У меня закончились кремы для рук в таких небольших форматах. И оба крема я использовала по вечерам. Давайте начнем вот с этого крема от марки Фитокосметика. Это линейка Фитобомба. Крем масла с манго и облепихой. Шикарный аромат. Такой летний, такой сочный. Не только аромат хорош в этом креме, но также и текстура. Это действительно крем масла. Маслянистая текстура. Прекрасно распределяется по коже. Не скажу, что быстро впитывается. Можно сделать массаж рук. Этот крем не скатается. Утром руки чувствуют себя прекрасно. Я этот крем и в прошлом году, и в этом году брала с собой в отпуск. Использовала в гостинице перед сном с большим-большим удовольствием. Он и в первую поездку со мной ездил, и во вторую. И потом дома уже доиспользовала. Очень довольна. Небольшой у него есть недостаток. Вот этот шикарный аромат манго чуть-чуть на моих руках трансформируется, уходит в кислинку. Но не так это противно, чтобы я не приобретала регулярно этот крем, регулярно им не пользовалась. У меня в запасе еще одна упаковочка есть. Одну я подарила. И вообще неоднократно, кстати, на подарок кремы от фитокосметики покупала. Действительно, качественные, достойные продукты. Из всех трех этот мой самый-самый любимый крем. Что касается вот этого крема, это Эйвон, линейка Энканта. Крем с ароматом кремовая фиалка. Здесь объем побольше, 30 мл. Изначально этот крем я брала для сумочки. Но потом я его протестировала и поняла, что нет. Он слишком долго впитывается. Неудобно будет в дороге его использовать. Я перевела его в разряд ночных кремов. На теплое время года он был неплох. На осень все-таки был бы слабоват. Густая, приятная текстура. Хорошо крем распределяется по рукам. Не скатывается. Аромат не трансформируется. Аромат здесь очень-очень приятный. Жаль, что в линейке Энканта кремовая фиалка нет геля для душа с этим ароматом. Я бы купила. Крем же повторно я приобретать не буду. Есть кремы лучше. И для вечернего использования я предпочитаю кремы в форматах побольше. Такая малютка довольно быстро израсходуется. Потому что расход по вечерам у меня большой. А стоит она при этом не очень-то и бюджетно. Но если вы хотите попробовать что-то от Эйвен из линейки Энканта просто ознакомиться с ароматом, то, наверное, самое простое это купить их кремы для рук. Кремы лишними никогда не бывают. Также у меня закончилось кое-что для ног. Подошла к концу. Последняя из моих запасов упаковка скраба от Эйвен из линейки Фудворкс. Шикарный был скраб. Достаточно густой. В составе были скрабинки, такие как пудра скорлупы грецкого ореха и пемза, и даже семена клюквы зачем-то туда добавили. Хотя они вообще ничего не делали. Шикарнейший скраб. Жаль, что больше не продается. У него есть аналоги. Это мой любимый скраб от марки Биеледа Happy End. И у Эйвена в линейке Фудворкс есть скраб с мятой и тоже, по-моему, с пемзой. Правда, там объемчик поменьше. Но да, можно найти аналог, но все равно я очень буду скучать по этому скрабу. А еще у меня закончился крем для ног от израильской марки Sea of Spa. Крем с алоэ и авокадо. 100 мл объем. Люблю я этот крем. Он приятный по аромату. Он достаточно хорошо распределяется, быстро впитывается. Прекрасно смягчает и увлажняет кожу стоп. Не творит чудес. Он не борется с мозолями и натоптышами. Он просто поддерживает ноги в хорошем состоянии. Такой базовый крем для не очень проблемных ног. С моими ногами он работал всегда прекрасно. Никаких претензий. Я им довольна. Знаю, что ни одна я таким кремом довольна. Да, у меня большой запас этих кремов. Я не знаю, продается он сейчас или нет. Но если продается, присмотритесь, если еще не присматривались. Ну и последнее, что я покажу вам в этом видео. Это тональный крем от компании Artvisage в 202 оттенке. Все лето им пользовалось. И вот упаковка почти пуста. Но до следующего лета этот крем уже не доживет. Полгода после открытия. Так что я вынуждена с этими остатками попрощаться. Для меня этот оттенок уже темный. Так, называется он, кстати, светло-бежевый. Давайте посмотрим. Хороший тональный крем. Я люблю тональные кремы от марки Artvisage. Пробовала 201 оттенок, 205. Этот купила ради интереса. Выяснила, что да, он мне подходит, но только на загар. Летом использовала на все лицо и даже под глаза, кожу под глазами он не сушил. Прекрасно выравнивал тон кожи, не проваливался в поры, не плыл на жаре. Никаких особых проблем с этим тональным кремом у меня не было. Но если на лице были какие-то проблемы, такие явно видные, он их как-то плоховато скрывал. Нужно было пользоваться консилером, либо же его наслаивать. Мне показалось, что 201-205 оттенок какие-то несовершенства маскируют почему-то лучше. Ну, возможно, это просто мои фантазии. Тональный крем по качеству отличный. Не лежит маской, не забивает поры. Все с ним здорово. Но именно этот оттенок повторно приобретать я не буду. В нем есть солнцезащитный фактор 6, и на лето слишком этот фактор маленький. Поэтому я отдаю свое предпочтение сити-крему от Lumen, там SPF 20. А это средство повторно не приобрету. Тональные средства от марки Artvisage очень хорошие. Линейка оттенков большая, и в Улыбке Радуги многие оттенки продаются. Также можно купить на Wildberries, даже в объеме 100 мл. Так что присмотритесь. Я помню, когда-то ковка The Cat рассказала об этом тональном креме. Я его попробовала, и вот с тех пор регулярно приобретаю. Вот такие средства закончились у меня в сентябре. Надеюсь, это видео было для вас интересным. Большое спасибо за то, что вы его посмотрели. Всем пока!